Давайте рассмотрим какую-нибудь более интересную случайную величину. Я про нее говорил позавчера. Эта случайная величина, давайте, равная количеству треугольников. Число треугольников в случайных графах. Под треугольником понимается ровно треугольник, то есть полный подграф на трех вершинах. Картинка вот такая. Но картинку вы можете нарисовать какую угодно. Граф же он по-разному может быть соображен на плоскости. Картинку-то можно нарисовать хоть какую-нибудь такую. Я не знаю, как угодно вы этот треугольник можете изогнуть. Это не имеет никакого значения. Важно, сколько вот в этом графе треугольников, то есть таких троих вершин, троих вершин, что каждые две из этих трех соединены ребром. Полный подграф на трех вершинах. Геометрии можете никакой не предсказать. Эта случайная величина устроена хитро. Давайте подумаем, например, в каком случае она принимает значение равную нулю. Или не в каком, а в каких случаях она принимает значение равное нулю. Ну, можете привести какие-то примеры графа, причем нетривиальные, у которых треугольников нет, а ребер до черта. Ну, да, например, просто пятиугольник. Ну, если считать вершину... Да, можно нарисовать такой просто длинный путь, да? Мне его предложено длинный путь. Еще можно просто любого многоугольника нарисовать. Можно, то есть, многоугольник это цикл простой, да? Вот у нас была терминология такая, можно нарисовать многоугольник, который, по сути, это цикл, да? Дерево. Дерево, да, 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 дерево. Но, смотрите, если у графа n вершин, то у цикла n ребер, у такой цепочки, которая, кстати, является деревом. Да. Безусловно. Столько же ребер, сколько у любого другого дерева, то есть n-1. А можете придумать графы, у которых сильно больше, чем n ребер? Ну, c из n подвы, это сильно больше, чем n, кстати. Вот это вы понимаете, да? Да. c из n подвы, это n умножить на n-1 пополам. То есть, это величина, которая растет квадратично. Понимаете? n в квадрате, например. А можете придумать какой-нибудь граф, в котором не было бы треугольников, и который, тем не менее, имел бы порядка, в каком-то смысле, порядка n в квадрате, почти как полный? Такие тоже бывают. И это очень важно понимать для осознания общей картины, происходящей, так сказать. Есть один очень важный класс графов, наверняка вы про него где-нибудь, может быть, слышали. Наверняка слышали. Он состоит из... Каждый граф в этом классе состоит из кучи, и в нем нет треугольников. Ну, правильно? Во, правильное слово, да. Именно это я и хотел сказать. Совершенно верно. Да, бывают так называемые двудольные графы, но они на то и двудольные, что их вершины могут покрасить в два цвета. Так, чтобы... Ребра шли только от одного цвета к другому. То есть, двудольный, типичный двудольный граф, он выглядит вот так. Есть одна доля, какого-то размера есть другая доля, какого-то размера вот доля и вот доля, и рёбра между ними идут только вот так. То есть, рёбра идут только между долями. Мы не обязаны, вообще говоря, проводить все рёбра, но если мы хотим получить много рёбр, то мы можем провести все. Правда? И рёбра получится сколько? Ну, сколько здесь вершины, может, на сколько здесь вершины? Да, если... Двенадцать. Ну, здесь-то, да, здесь двенадцать, а в общем случае мы можем здесь взять n пополам, и здесь взять n пополам. Давайте считать, что, например, n это чёрное число, да? Да. И тогда у нас будет n в квадрате выделить на четыре рёбра и, очевидно, ни одного треугольника. То есть, бывают графы без треугольников, у которых огромная прорва лёбра, у которых лёбра почти столько, сколько в полном графе. В полном это n на n-1 пополам, то есть, примерно, n в квадрате пополам, с точностью до мизерной поправки. А здесь n в квадрате на четыре. Всего лишь вдвое меньше, чем в большом графе. В цепочке их было в n раз меньше, в n пополам. Понимаете? Короче, я пытаюсь навести ужас священный на слушателей, потому что, как вы видите, класс графов без треугольников очень сложно устроить. Есть такие, есть такие, есть такие, но какие угодно. Можно вообще пустой граф рассмотреть, ни одного ребра, но тоже нет треугольника. Можно взять кусочек двудольный, кусочек цепочка какая-нибудь. Совершенно непонятно, как перебрать вообще все графы, у которых нет треугольника, даже если вам дано конкретное количество вершин. Вот вы говорите 12, да? Вот взяли граф на 12 вершинах. Сколько там есть вообще графов, которые свободны от треугольников? Понимаете? Сколько графов на 12 вершинах не содержат треугольников? Есть двудольные, есть такие, есть сякие. Непонятно. А мы считаем, сколько содержат треугольников? Ну, можно посчитать, сколько содержат. А думаете, это проще будет? Да, вроде бы да. Мне не кажется, потому что мы можем отдельно нарисовать треугольник, отдельно нарисовать просто кучу вершин. Вот вам граф, который содержит один треугольник. А может быть граф, который содержит два треугольника, например, вот так вот. И это тоже вполне себе граф, который содержит хотя бы один треугольник. Отрицание свойства графа не содержит треугольников, это свойство графа содержит хотя бы один треугольник, правильно? Но может быть 10. И эти 10 могут быть как угодно расположены. Могут быть вот так, как-то не связаны между собой. Могут наезжать друг на друга. Вот еще такие вот треугольники добавили. И это граф, который тоже содержит треугольники. По-моему, ничуть не проще. Почему треугольники могут быть разного размера в решении? Нет, это геометрически, они большие и маленькие. А комбинаторно все треугольники равнозначны, что треугольник — это просто тройка чисел, про которые мы знаем, что каждые два из этих трех чисел образуют ребро в графике. То есть мы можем забыть про всякую геометрию, я так рисую просто, чтобы понятнее было. И треугольник — это просто некоторое количество троих чисел отсюда, про которые мы знаем, что эта тройка образует полный график. Мы можем забыть про картинку и говорить в чисто комбинаторных терминах. Это, кстати, очень важно. Размером они не отличаются. Они отличаются именно общностью множества вершин. Например, примыкание, непримыкание. Может быть вот такая вот тройка – один, два, три. И такая тройка – три, четыре, пять. Вот такие тройки образуют треугольник. То есть у них есть общая вершина – ровно одна. А может быть, что не три, четыре, пять, а четыре, пять, шесть, и тогда у них нет общей вершины. Вот на картинке это было как два разнесенных треугольника. А может быть один, два, три, и скажем два, три, четыре. И тогда на картинке это вот такое примыкание. Мы комбинаторная – просто описание такое. Мы берем и говорим, что вот этот тройка содержит всевозможные ребра. Этот тройка содержит всевозможные ребра. И может быть так угодно. То есть даже перечислить графы без треугольников, или там графы с ровно одним треугольником, это какая-то запредельно трудная задача, правда? Вот. Но к чему я планю? Я обвел такую случайную величину, х, которая равняется число треугольников, и я хочу посчитать ее математическое ожидание. Давайте это сделаем. Можно действовать так. Итак, какие значения принимает х? Давайте их перечислить. Сколько, в принципе, в графе может быть треугольник? Ну, c из m по 3. Да, это самое большое количество треугольников, которое может быть в графе. Когда он полный, в нем c из m по 3 треугольник. Это понятно? Да. То есть может не быть вообще. Давайте я буду писать в наших стандартных терминах. y1 равняется 0, y2 равняется 1, и так далее. y. С каким индексом последний? c из m по 3 плюс 1. Да, c из m по 3 плюс 1, правильно, да. Равняется c из m по 3. То есть всего у нас c из m по 3 плюс 1 вариантов тех значений, которые может принимать х. От 0 до c из m по 3. Все очень просто. Да? Тогда математическое ожидание х, согласно нашему замечательному определению, это сумма по i от 0, давайте напишем, до c из m по 3 и помножить на а. Значит, это я пишу суммирование просто по всем у, фактически. Я перебираю все значения, которые принимает наша случайная лична. 0, 1 и так далее, c из m по 3, да? Да. И вот я каждое такое значение должен на что умножить? На вероятность этого значения, да? Да, да. То есть на вероятность того, что x равняется i. Но тут наступает уже не катался с никакой, а полный финиш. Потому что мы с вами только что с огромным паусом выясняли, что мы не можем даже посчитать количество графов, для которых их сравняется конкретно мы. Количество графов мы можем посчитать. Мы x равняемся 0, это значит нет треугольников, правильно? x равняется единицей, это значит ровно один треугольник. Поэтому мы даже не можем посчитать, сколько есть таких графов. Не то, что просуммировать вероятность этих графов. Понимаете, ведь если мы хотим найти вероятность того, что x равняется чему-то, это мы не просто должны сосчитать количество этих графов, для которых x равняется чему-то, а мы должны просуммировать их вероятности. Но они разные. У пустого графа, который не содержит треугольников, вот у такого графа, который из одних отдельно стоящих вершин, какая вероятность, кстати? Какая вероятность возникновения вот такого графа? Q в степени ССН-кодпро, правильно. А вот у такого двудольного графа с долями размера Н пополам, Н пополам? Q в степени Н квадрата. На 4 только, да? Q в степени Н квадрата на 4, ну и на Q, конечно, в степени ССН-кодпро, минус Н квадрата на 4. Все остальные репуты должны отсутствовать, а отсутствуют они просто такой вероятностью. Ну, стандартная вероятность для графа, правда, да? Вот, то есть, вот одна вероятность, а вот совершенно другая. И вот такие совершенно разные вероятности нужно еще сложить в непонятно каком количестве, дабы получить интересующее нас значение одного из слагаемых. По-моему, это конец света, все, не посчитать надо. Или это должно быть по вашему конец света? По-моему, нет. Значит, сейчас мы исправим положение. То есть, ни одного из этих слагаемых посчитать не можем, даже близко, тем более всю сумму. Но это не катастрофа. А действовать надо, конечно, уже с помощью линейности. То есть, ну, по идее, мы должны предогадаться, к чему я кланил. Ну, давайте я попробую объяснить, как здесь воспользоваться линейностью. Смотрите. Вот Х – это число треугольников. Число треугольников где? В графе, который упал на вас из стучки. А представьте себе, что он упал не на вас, а на компьютер. Но не просто стукнул по железу, да, и разбил крышку. Нет, он, конечно, поступил в память компьютера. Вот теперь с помощью компьютерной программы этот компьютер должен посчитать, сколько в этом графе треугольников. Какой-нибудь наитупейший способ написать такую программу. Не знаю, вы когда-нибудь что-нибудь программировали? Да. Цикл, знаете, что такое? Ну, вот это самое простое, что бывает в программировании. Но вот какой цикл надо запустить на компьютере? Да? Понятно, взять другую вершину, посмотреть серебра, если не одного метрера, то просто ударить эту вершину. После этого взять, допустим, взять другую руку, вершину, допустим, у нее есть, чтобы она не про... Это вы пытаетесь как-то оптимизировать. А давайте наитупейший способ. То есть берем вершину и проверяем каждое из ее ребер с другим... А зачем нам ребра проверять? Там же треугольники проверять надо, правда? Берем любые три вершины, беряем у них... Вот, мне кажется, вот этот самый тупой, он очень тяжелый с точки зрения вычисления способ, потому что он порядка n в кубе операции потребует, там, c из n по 2. Но способ совершенно простой. Вот у нас было множество чисел 1, 2 и так далее n, которые служили вершиной. Давайте просто перенумеруем все тройки чисел отсюда. Перенумеруем. Ну, как, ну, тройка... Давайте ее обозначим, как будто это такой треугольничек, буквой дельта. Дельта 1, скажем, это тройка 1, 2, 3. Дельта 2. Это, скажем, тройка 1, 2, 4. И так далее. Сколько всего троек? Всего троек сколько? Число сочетания? c и z по 3, правильно. То есть, дельта с индексом c и z по 3, ну, скажем, это есть при определенной номерации, вот такая троечка. Так, мы сами руками, это не компьютер даже сделал, мы руками там массив, сорнай, как хотите, файл какой-нибудь взяли и перенумеровали эти все троеки. Вот в каком-то конкретном порядке я написал, ну, если угодно, в лексикографическом, знаете, как в словарете, да? Представляете себе, что это буквы русского алфавита, и вот мы нумеруем трехбуквенные слова, как в словаре. Например, можно так. Значит, перенумеровали все возможные троики, обозвали и дельта 1, дельта 2, дельта c и зенпотре. И теперь компьютер идет в тупом цикле от 1 до c и зенпотре. И проходя очередной раз, очередную, так сказать, итерацию этого цикла, он смотрит, а вот эта очередная троика, она в спущенном на него случайном графике, он случайно спустился, но он может быть конкретный, в спущенном графике она образует треугольник или нет? Понимаете? Да. Понимаете, что если вы каждый раз после очередной итерации такого цикла к счетчику будете добавлять единичку, коль скоро очередная троик действительно оказалась треугольником, то в сумме вы получите число треугольников. А зачем добавлять счетчику, если можно просто взять, найти первого треугольника и остановить концепцию? Нет, нам же нужен не первый треугольник, а нам нужно количество треугольников. Поэтому я должен перебрать все тройки и про каждую посмотреть, она треугольник или нет. А для оптилизации этого алгоритма можно сначала, в чьем-то программе, можно сначала убрать вершину, в которой в степени 0 или 1. Я согласен, да, но мы сейчас не стремимся к скорости, мы стремимся посчитать матожидания. А то, что я рассказываю, это на примере алгоритма компьютера, это просто, чтобы вам понятнее было. То есть, разумеется, в реальности никто так считать треугольники в графе не будет. Потому что, например, если вы в качестве графа берете интернет, у которого вершины, это страница, там их миллиард. И вот вы пойдите, сделайте n в кубе операции. На миллиард вершин. То есть, конечно, люди оптимизируют. Но наша цель чисто математическая, не программистская. Программу я приплел сюда только из тех соображений, что так понятнее. То есть, теперь смотрите, как вот эту программу, как этот счетчик записать с точки зрения случайных величин. Давайте введем случайную величину, иксытая. Вспоминайте, что это похоже на ту ситуацию, с которой мы имели дело, когда считали среднее число успехов, с кем мы вернули. Там тоже х мы представили в виде суммы иксытых. И вот сейчас я введу некоторые иксытые, и окажется, что х равняется их сумме. Значит, иксытая от графа, это по определению есть единица, если дельта и т образует конкретная вот эта и т тройка, образует треугольник в графе g, и ноль в противном случае. Вообще очень похоже на ситуацию с вычислением математического ожидания числа успехов в схеме и вернули. Там тоже были иксытые, и они тоже принимали всего два различных уникальных значения, один и ноль. Но теперь мы говорим, что иксытая равняется единице, если дельта и т образует треугольник, и ноль и иначе. Ну это и есть та величина, которая возникает при итой итерации нашего цикла. Правильно? Таким образом, таким образом, то икс, это есть просто сумма, икс один, и так далее, икс цзр по три. Вот сколько единиц в этом цикле возникнет, в сумме столько треугольников в нашем графе есть. Да. Но пользуемся ременностью. Включаем мат ожидания икс один, плюс и так далее, плюс мат ожидания икс цзн по три. Осталось вычислить мат ожидания, математическое ожидание, произвольный такой вот случайный величины. Как его вычислить? Случайная величина принимает только значения один и ноль. Давайте воспользуемся вторым нарк сегодняшним определением. Опять. Это просто вероятность того, что данные три точки образуют треугольник. Да. Один умножить на плюс ноль умножить на, да? Да. То есть просто вероятность того, что дельты и дыр образуют треугольник. Ну, с какой вероятностью три конкретных числа образуют треугольник? Постри. Пфхуби просто, правильно? Просто Пфхуби. Просто Пфхуби. Три ребра должны присутствовать. Пфхуби, Пфхуби. Ну и все, мы сосчитали. Не нужно никакие ужасы. Мы все сосчитали, мы перегруппировали слаганиями так, чтобы вся зона свернулась. Все сосчиталось в чудесном области. Получается С из Н кудри на Пфхуби. Ни одной из тех вероятностей мы не знали, ничего вообще близко не могли посчитать. Разложили х в естественную сумму вот таких вот ноликов и единичек и получили общего от ожидания. Такие нолики и единички в математике называются индикаторы. Индикаторные случайные значения. Ну, от того, что они указывают на какое-то свойство. Индикаторы, значит, указатель, да? Индикатор. Указатель. Вот, это случайная величина, она указывает на то, что выполнено какое-то свойство. Единичка, если это свойство выполнено. И ноль, и наль. То, это был в принципе, А вот, это случайная величина, и... Продолжение следует...